Доброе утро, друзья! Ну вот мы поели, теперь можно и поспать. Ну нет, мы сначала сходим на море, пощупаем, что там с ним, как оно живет, он без нас, хочет ли оно нас видеть по утрам. Тут мне нравится выход на море, две секунды, и мы уже на набережной. Там люди, вот эти, стоят уже на волнорезе. Красота! А какой здесь воздух! Это просто великолепие! Мне нравится, мне сейчас начали в комментариях, ну и в личку писать людям о том, что, блин, вот мы купили квартиры в Анапе, едем на ПМЖ, она получше именно тем, что в Анапе там меньше дождей бывает и так далее и тому подобное. Мы с севера переезжаем, и я говорю, ну хорошо, что вы с севера переезжаете, и у вас климат практически не меняется. Чем дальше живем в Анапе, тем больше понимаем, что холодно становится. Как ни крути, все-таки, ну допустим, в прошлом году такого снега, как сейчас, не было. Новороссийск вообще там задуло страшные вещи творятся. Фуры переворачивают ветер. То есть, знаете, у нас там тоже, которые видосики мне скидывают люди, боковой сильнейший ветер, потому что не переворачивало, но скидывало с трассой этим ветром. Держитесь там, все, кто в Анапе остался, там живо, хорошего настроения, чтобы все у вас получилось. Сегодня с утра сидели с столовой у нас и наблюдали, как мужчины вышли, лодочку вынесли, сели и поплыли. Красота. Радует, что выходишь с утра, нет машин на набережной, не стоит, ничего такого. Ладно, я что-то разговаривался, поговорил, наверное, побольше с вами в погодном видеосюжете. Единственное, что хотелось сказать, у нас вчера выключили свет. Во всем районе у нас работал генератор. Мы даже не почувствовали. Только по шуму генератора поняли, что света не было и в один момент он немножечко моргнул. Такое тоже бывает, да. Это вот многим говорю, что когда приходите в отель, там узнавать, есть ли генератор, есть ли, как его называют, ну, емкость с водой. На самом деле, мы вообще про это ничего не подумали, думали, ни сезон, ничего такого не будет. Даже не волновались по этому поводу. Оказалось, как бы все в отеле есть и хорошо. Меня очень сильно радует завтрак. Давайте, наверное, кусочек вам вставлю завтрака. Будет у меня на канале потом большой видеообзор полностью об отеле. Покажу номер, покажу там бассейн, замерим температуру. Вчера я это уже сделал. Осталось показать еще саму баню. И, в принципе, все. Сегодня с утра я сниму доступность магазинов и сколько идти до столовой. И расскажу, почему я это буду делать. В общем, давайте смотреть на море и наслаждаться. Я просто так давно ни с кем не разговаривал из вас. Поэтому что-то говорю, говорю, говорю. Утро номер три. Сегодня Светику сказали, что завтра специально для нее сделают с утра рыбу в кляре. Сказали, приходите так же часиком к восьми. Это обязательно так. Ну, у меня тут даже, смотрите, грибы появились. Салат. Друзья, я вам серьезно говорю. У нас тут курица, грудка в сметане. Долковец, короче. Третье утро и все лучше и лучше. Отношения просто бомба. Ну, так сказать, приходите зато. Мы специально для вас сделаем рыбу в кляре. Ты такое видео на шведском столе? Ты такое видео, чтобы тебе специально для вас пожарим? Приходите. Вообще. У нас немножко пасмурно. Обещают сегодня прям солнечный день. С утра было сухо. Всю ночь дождь не шел. Сейчас же все-таки дождь пошел. Артиллерия сидит. Другая там вон снизу. Самые голодные уже ищут, что поесть. Не ждут людей, которые придут. Ты кто? Ты почему на меня направил камеру? Леховный. Класс. Ладно, давайте дойдем до моря. Посмотрим, сколько дней. Мы еще море-то и не видели. В море-то еще и не были. Температура воздуха. Ой-ой-ой. 13 градусов с утра. Где-то под дождем. Ливень идет такой, что прям смывает. Не, ну бывают ливни. Ну и в Анапе бывают ливни. В Сочи, конечно, это опасно. Я вчера Мдзимту показывал, что когда сильные дожди, Мдзимта прям бушует. И это страшно. Ну и потоки улетают наружу. Эх, водичка еще мукноватая. Палочки немножко плавают. Ну, это уже не те волны. Знаете, такие смешные. Она брык, чуть-чуть упала. Вот как я снимал в первый день волны. Вот это волны, да, были? Офигеть, как тут скользко, друзья. Я не думал. Это вот все водоросли, получается, оно сейчас мокрое после шторма. И очень скользко. Просто даже, я бы сказал, нереально скользко, я чуть не уехал. У нас где-то там происходит рассвет. Я еще ни одного заката не видел. Как вам, кстати, завтрак? Напишите. Отношения очень радуют. То есть, нигде ни грубого слова не услышали. И вон там, видите, утренняя рыбалка, люди. Скучковались, там, может, банка какая-то или еще что. И на ней будут вести охоту на рыбу. Здесь вот я уже второй день наблюдаю вот эти лодки. Мы сейчас вместе с вами посмотрим. Еще одна поплыва мотофка туда. Понимаете, тоже на рыбалку. И здесь не знаю, что они делают. Может, это, которые бревна собирают. Или тоже рыбаки. Может, с неводом с каким-то ходят. Висеть у них там. Я не знаю, что они делают, но тоже вот такие большущие рыбаки. Рыбаки большущие, лодки большие. А вот это мелкотня, которая на моторке поплыла. Так, 12,6 температура воздуха. Давайте узнаем температуру водички. Вот эти, все в этих в ракушках. Ихея. Даже интересно посмотреть, сколько что будет в итоге. Вчера было настолько смешно. Сидим в бассейне, в джакузи. Кстати, кто хочет, можете заходить, смотреть, как мы там сидим по вечерам. До 10 часов вечера работает бассейн. И к концу там собирается очень много людей. Есть трансляции с камер из отеля Фламинго. Вот сидим в бассейне, говорят, о, вы, наверное, из Питера приехали. Такие белые. Блин, как смешно-то стало. Ага. Отдыхать у нас контингент у нас люди есть из Москвы. Есть люди из Астрах... Нет, нет. Нет, все правильно сказал. Астрахань. Есть из... Как же говорили? Астрахань. Еще в Астрахани. И... Красноярск. То есть из трех регионов, с которыми мы пообщались уже. Люди хорошие, все идут на контакт, очень легко, легко, хорошо. В общем, температура водички 14 градусов. Вполне комфортно. Я предлагаю сейчас дойти вот до камушков, вот до того пляжа, пощупать ее ножками. Мне потому, что вчера москвичи говорили, не, вода, говорит, очень холодная, заходишь прямо в море, и прям сильно-сильно обжигает. Сейчас проверим ваше утверждение, гражданин-то москвичи. Обжигает ли там море? Или море все-таки теплое? Смогла бы ли я с разгончика да запрыгнуть в это море? Тоже, да? Классный звук. Вот так вот выхлебить доброе утро на море. Я единственное, Света уже троллит, говорит, я уже потолстел. Блин. Мне нельзя, в общем, ездить на шведские столы, я вам так скажу. Надо куда-то порционно отдыхать, чтобы не объедаться. Да тут даже песок, камни. Теплые. По сравнению с нашим песочком, по которому мы по замерзшему ходили уже. Здесь мы такого еще не видели. Ну и тропические растения говорят о том, что, скорее всего, и не увидим. Облашок-то девать. Ну что, обжигает? Ой, да вода вообще! Мед! Конечно, я уже немножко отвык, но что-то мне подсказывает, что вполне себе возможно. Плохо, когда не знаешь дно, так бы разгон, и занырнул, и потом обратно выныривай как-нибудь. Не, водичка как-то действительно, знаете, вроде бы плюс 14, мне почему-то кажется, что наши, ну я, наверное, привык к бассейну, там 30 с лишним градусов во всех бассейнах, хотя заявлено 28. Все-таки прохладнее немножко вода, мне кажется. Надо потихоньку себя опять попробовать загнать в море, хотя бы на чуть-чуть попробовать заплыть. Чем у кого нет бассейна, тем, наверное, эта водичка тоже будет очень комфортно. Когда ты понимаешь, что у тебя там парит бассейн, сейчас вам покажу, видите, испарение, уже можно купаться, время подходит к 9, у нас с 9 работает, банька попозже будет. Как на злу не видно, хотел показать. Вон, видите, испарение идут. Люди, спортсмены. Вот так вообще приятно, можно погулять, пошуршать и морем, и морем шуршить камушками. Красота. Чего еще хотеть? Ну, хотеть бы еще дельфинов посмотреть, пока их не видел. Говорят, что в Адлере них не бывает. В принципе, вот, ноги привыкли уже к водичке, стою себя, чувствую, более-менее комфортно. Такие фотки можно делать, если иметь какой-нибудь 200-ый объектив. Вот так вот, да, женщина стоит, здесь еще ближе там с отражением на водичке. Вообще прекрасно. В общем, радует, радует меня это место. пока всем, что происходит. Еще немножко, еще чуть-чуть. Говорят, около трех дней вода садится. Ну, все, мы ждем, чтобы водичка подсела, и можно было пробовать искупаться. Хотя, честно, может быть, в обед, а может быть, к вечеру, когда баньку включат, пойти, допустим, в бане разогреться, пройти, окунуться в море. В общем, пишите, как лучше сделать, или сначала окунуться, потом пойти в баню погреться. Жду ваших вариантов. Здесь светло постоянно, можно даже после заката скупания организовать. Сегодня по прогнозу, вообще, дождя не должно быть, должно быть едкое и ядовитое солнце. Прям вот, сильно и много. Ну, будем надеяться, что все изменится. Здесь погода меняется очень быстро, поэтому будем ждать. Вы представляете, это вот дождь, который тут идет сейчас, а я с ним стою со стабилизатором под дождем и совершенно не переживаю по этому поводу. Еще что смешное подумал, у нас получается все там следят, что песок в набирании носили, а здесь будут следить все о том, чтобы кабушки не тащили. Походу, там что-то они стали вытаскивать. Наверное, все-таки торбаки сети ставили. Потому что, видите, что происходит, сколько чаек. ну что, доброе утреннее море вам. Доброе утро. Не забывайте написать это в комментариях. От этого становится ярче, светлее, приятнее. А может, водохладная, потому что здесь впадает вот эта речка. Это ливневая канализация, мне сказали. и не надо сильно их бояться. Обычный дождь. Может быть, кстати, да, из-за нее надо будет найти место, где ее не будет и попробовать искупаться именно там. Как взбодрился. Сейчас пойду, наверное, занырну в бассейн и потом обдавимся в душе и можно будет немножечко еще полежать, ничего не делать, отдыхать. Мы вчера ездили на гору или гору Ахун. Видео тоже будет в дальнейшем со всей дорогой. Немножко зацепили Сочи, такой, которую вы видели, если особенно здесь были, то ездили в основном по главным улицам либо по курортным районам. Мы немножко вчера не там свернули, зацепили Сочи, точнее Адлер, Сочи, не суть, зацепили город просто с домами мимо деревьев. Ты когда едешь на трассе, их даже не видно, потому что они находятся за высоченными деревьями. В горах так заезжаешь, а там вообще вроде бы такой склон, там все в домах, в домах, в заездах, да, вот как люди живут, ну вот так вот приспосабливаются и живут. Человек вообще такая скотинка, очень быстро к всему привыкает. В общем, всем доброго утра с курортного городка, Адлер. Хорошее настроение. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok